Добрый вечер. Программа «После новостей» в студии Алексея Клешко. Наш гость сегодня – руководитель Главного управления образования города Красноярска, Татьяна Юрьевна Сидикова. Добрый вечер. Добрый вечер. У вас же сегодня такая тяжёлая встреча с родительским сообществом 45-й школы. Да. Это та самая школа, которая теперь прогремела на всю страну, и, в общем, уже даже первый канал про всё про это рассказывал, трагедию с учеником. Вот как вам сейчас кажется, сейчас точки над «и» поставлены вот в этой трагедии? Я думаю, что ещё нет. Потому что, как и любая трагедия, точки здесь быстро над «и» не поставишь. Поэтому здесь такая стартовая ситуация для того, чтобы засучить рукава и начать, ну, как-то серьёзно работать уже. Потому как трагедия вскрыла на самом деле проблемы многие. Проблемы и общественного порядка, вот как сегодня общество относится ко всему к этому. Проблемы отношения взрослых и детей, педагогические проблемы. Собственно, вот я больше, конечно, за педагогические сегодня проблемы несу ответственность. Поэтому впереди предстоит реализация ряд мер. Сегодня мы их будем обсуждать с родителями. А вот, смотрите, это всё понятно, что нужно всё обсуждать. И действительно нельзя родителей оставлять один на один. Но то, что сразу все начали произносить, как школа могла допустить такое? Ну, смотрите, не совсем, конечно, всё это однобоко, потому что школа – это лишь один из институтов социальных. Да, но важнейший. Сколько времени проводит ребёнок в школе? Очень много. Понятно, что плохо, когда родители сдают ребёнка в школу как камеру хранения. Но всё же школа, опытные педагоги должны были увидеть, что не так вообще, как. Я абсолютно согласна. И вообще не снимаю в этом смысле вину и не говорю, что виноват кто-то другой. А скажите, это могло быть в другой школе, вот с вашей точки зрения? Я думаю, что да, могло бы. Но, смотрите, если можно об этом говорить, вот это гипотетически, что это могло бы быть в каждой школе, потому что такие сложные дети, они есть везде. Но, тем не менее, в других школах снижены факторы риска за счёт чего? За счёт того, что там действительно ведётся профилактическая работа на другом уровне. За счёт того, что там есть спектр услуг дополнительного образования. Потому что в любом случае сегодня занятость ребёнка предотвращает все риски с тем, что он остаётся один на один, не может понять, как жить, видит другие модели поведения и так далее. Согласен, а как получилось, с вашей точки зрения, так, что вот в одних школах нормально, а в других ненормально? Хотя ведь это должен быть стандарт. Абсолютно верно. Это ровная ситуация связана с тем, насколько сегодня видят эти проблемы и какие задачи перед собой ставит педагогический коллектив школ. Но вот к вопросу про 45-ю школу, мне сказали, что за последние годы в школе сменилось 6 директоров. Но это же ненормально. Это ненормально. А вот эти 6 сами уходили? Это такое кочевание директорское? Или вы видели их недостатки как Главное управление образованием? В чём причина была? Почему не держались руководители? Ну, я сегодня, к сожалению, не могу комментировать каждую персону руководителя. Я могу сказать только о последнем руководителе, который был уволен. С ним был расторгнут трудовой договор. И там я уже свою подпись поставила. Вот за это я так несу ответственность. И говорю, что это не просто случилось после того, когда вот эта трагедия произошла. Прошла служебная проверка. Показали итоги, результаты работы школы. Вообще по принципу. Не просто вот, что сделала школа после того, как случилась трагедия. А какая ведётся работа в школе, чтобы этого не случалось. Был у меня серьёзный разговор, встреча с управленческой командой школы. Вот именно отсутствие, ну вот такое отсутствие понимания, как нужно реагировать, какие меры такие антикризисные нужно проводить, и стало основанием для принятия такого решения. Ну а сегодня вы родителям предъявляете вот этот вот проект, проект объединения двух школ. Да. Вот вам не кажется, что многими вокруг это будет воспринято, как попытка замазать ситуацию, уйти от неё, скрыть её? Возможно, пока это так и есть. Я понимаю, что это сложный шаг, вот это даже встреча с родителями. Но первое, я обязательно буду искренне и не буду скрывать от родителей наших каких-то промахов и ошибок в том, что случилось. И мы будем предлагать уже это как меру антикризисной программы. Потому что сегодня, кроме меня, на встречу с родителями придёт, собственно, управленческий состав, тот, который предполагается в этой антикризисной программе, мы вышли с инициативой с такой в Совет директоров Свердловского района. Это действительно такая вот очень мощная команда управленцев. У нас сегодня есть предложение специалистам других школ, которые прийти работать в эту объединённую школу, которые зарекомендовали себя уже как профессионалы, которые имеют отличные результаты работы. Но при этом я хочу сказать, что, конечно, этот проект не будет только ну вот отраслевым таким управленческим. Мы приняли решение, теперь будьте так любезны, седьмой вариант будет такой. Вы говорите, что шесть директоров уже сменились в этой школе. Нет, конечно, мы будем обсуждать, мы будем показывать результаты, эффекты от реструктуризации школ, которые случились в 2008 году. Об этом тоже вот как раз хотела сказать, что мне кажется, что очень важно, чтобы и родители 45-й школы, и вообще родительское сообщество понимало, что это не только антикризисная мера, но такой опыт объединения разных школ в городе уже есть. Абсолютно. Можете пару слов сказать, вот как вы увидели эти эффекты? Вот объединение, казалось бы, отстающей школы и лидерской школы. Потому что всем же кажется, что усреднение это всегда дает ослабление лидерских позиций передовиков. Ну, смотри, это не та математическая формула, переменными слагаемых сумма не меняется. Точно не об усреднении. Сегодня в школе есть статистика, даже не на уровне эффектов, хочу сказать, результатов. Повышение качества образования. Это появление современной образовательной инфраструктуры, которая способствует развитию содержания образования. Потому как в начальной школе появилось замечательное образовательное пространство под ведущую игровую деятельность этого возраста. В подростковой школе есть предметы, есть та же самая инфраструктура для учебной проектной деятельности, прекрасная база для проведения учебных исследований в старшей школе. Поэтому, смотрите, сегодня, во-первых, эта школа становится привлекательной для учеников из всех районов города. Несмотря на то, что вроде бы она находится на Кутузово и совершенно не центральный район города Красноярск. Но вы говорите про лицей 6-й. Про 6-й лицей. И смотрите, если лицей 6-й готов принять в гости для того, чтобы родители той же самой 45-й школы посмотрели, мы готовы презентовать результаты, эффекты, которые случились с 2008 года, чтобы увидеть своими глазами, потому как я сейчас точно понимаю, что есть к нам недоверие у родителей, в том числе 45-й школы, по поводу различных наших мер, которые бы мы сейчас не принимали. Поэтому здесь мало быть убедительным, важно показать уже не прецеденты, а состоявшуюся практику успешную. Важно, чтобы каждый родитель увидел в этом перспективу для своего ребёнка. Важно, чтобы педагоги в этом увидели перспективу, потому что это, конечно, наши союзники. Для каждого сегодня, наверное, очень важно понимать, какова будет перспектива, потому что есть риски, есть страх, а возможно что-то изменится в худшую сторону. Я вроде бы здесь привык, столько лет учился, сам ребёнка привёл, педагоги работают. И вдруг появятся какие-то другие традиции, какие-то другие нормы общения и так далее. Поэтому здесь как раз это не просто такая управленческая антикризисная мера, это совместный проект двух школ. Татьяна, а знаете, вот о чём хочу вас на самом деле ещё очень важным, вставляющим спросить? А как вообще педагогическое городское сообщество отнеслось вот к этой трагедии в 45-й школе? Я не я, моя хата с краю? Или есть вот такое переживание? Или есть обида за то, что во всём стала опять виновата школа? Вот как бы вы оценили состояние, вот такой морально-нравственный дух сейчас в педагогическом сообществе города? Вы знаете, к моей большой радости вот как раз мне случилось, что я не я, моя хата с краю. Мы проводили совещание руководителей. Более того, совещание, конечно, это не та площадка, где могут люди эмоционально поделиться. Но хочу сказать, что после этого мне многие руководители перезванивали. И действительно, мы сегодня признаём дефициты свои собственные. И поэтому в этой ситуации отношение к этому такое, что нам действительно есть в чём усилиться. Нам действительно нужно посмотреть, возможно, на то, что у нас уже есть такое... Замылился взгляд. Замылился, точно взгляд. Мы просто думали, что, видимо, это уже традиция, с этим мы уже отработали, этого ничего не случится. Возможно, нам сейчас стоит, невозможно это и стоит, значит, понять, что есть такое в городе сегодня психологическая служба. Потому как это до сих пор для нас, может быть, является таким неопознанным летающим объектом. Поэтому здесь мы точно... И для многих родителей. Для многих родителей, кстати. Да, и вот впервые в 45-й школе мы по результату, ну, когда случилась трагедия, предприняли такой новый формат работы, как психологический десант, когда заехали сильные очень психологи в эту службу и работали как с детьми, так и с педагогами. Нам очень было важно, чтобы ещё была правильная интерпретация всего этого события. Потому как если сегодня опытный специалист не будет работать и с детьми, и со взрослыми, то, возможно, всякие перекосы. Скажите, так у меня личный к вам вопрос, а когда всё это случилось, вы об этом первый раз услышали, о чём вы первая мысль, которая пришла в голову? О родителях. Мальчика, который погиб. Это было первое. Потому что я очень серьёзно, для меня позиция родителей всегда самая является трагичной. Вот, это была моя первая мысль. Вторая мысль, я подумала о родителях того мальчика, который убил. Потому как сейчас, и о мальчике, о самом, который жив, потому как сейчас, несмотря на то, что идёт обсуждение, что ему не будет должного наказания, я считаю, что наказание уже случилось, потому что уже, простите, зафиксирован факт, что он убийца, и с этим дальше нужно жить. Ну, и для меня также важно, каким образом в дальнейшем мы будем все эти интерпретировать ситуацию. Не было мысли, а за что мне это? Это же ведь фактически старт вашей управленческой деятельности в качестве руководителя главного управления образованием. Я не фаталистка, поэтому такой мысли у меня точно не было. Я понимаю, что она никак не связана, ну, с какими-либо персонами, которые приходят. И когда я приходила работать руководителем, я точно понимала, что это больше, наверное, сложностей и проблем. Не потому что отрасль такая, ну, очень большая отрасль, потому что есть особенности в нашей современной жизни. И образование, как зеркало, отражает эти многие проблемы. Поэтому точно нет. Но есть желание усиленно работать. Татьяна Юрьевна Сидиков, руководитель главного управления образования администрации Красноярска, была гостем программы «После новостей». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова